МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разминка, затем торжественное построение и открытие турнира. Среди судей – семь заслуженных мастеров спорта, чемпионы России, Европы и мира. Пожелать ребятам честных поединков приехали депутаты Одинцовского округа и представители партии «Единая Россия». Мы уверены, если столько детей занимается любым видом спорта, значит Россия завтра будет крепкая, успешная. Вот это сегодня самое главное. Турнир проводится с 2001 года. В этот раз на соревнования приехали более 120 участников из Одинцовского округа, городов Подмосковья и даже Тулы. Турнир проводится в категории «Б» для новичков, которые занимаются каратэ один-два года. Таких турниров на самом деле немного, да, вот как бы мастерских хватает. Но ребята должны где-то стартовать, где-то попробовать свой путь, так сказать, в каратэ. Ну, мальчишек, конечно, всегда больше, но девочки у нас очень боевые. Я всегда говорю, наших девчонок в школе за косички не дергают. Кириллу 12. Он живет и учится в Одинцове. Заниматься каратэ начал всего около года назад. Однако уже есть успехи, причем не только на соревнованиях. Когда я не ходил, я замечал, что я очень худой. А когда я пошел, я сейчас уже замечаю, что у меня мускулы добавились, пресс уже нормальный. Вот. И раньше меня вот сразу пробивали с одного удара, я уже сгнался. Сейчас мне бьют, мне почти, ну, не так уж и больно. Артем на этих соревнованиях не впервые. В детстве был одним из участников. Сегодня судья. За эти годы он неоднократно становился чемпионом России, Европы и мира. Сейчас заслуженный мастер спорта по каратэ и обладатель золотого пояса. При этом спорт не мешает, а только помогает ему в профессиональной деятельности. Артем – консультант по информационной безопасности в крупной компании. А это не противоположные вещи. Они друг друга дополняют. То есть там я использую те вещи, которые я научился, тренируюсь. А в спорт я переношу вещи из профессиональной деятельности. И получается такой хороший симбиоз, да, хорошая связь получается. И по чуть-чуть, по чуть-чуть есть успехи и там, и там. В детстве он увлекался разными видами спорта. С удовольствием играл в баскетбол, футбол, участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, но больше всего увлекало каратэ. Наверное, здесь есть какая-то связь на каком-то уровне выше, чем физический. Это что-то на уровне ментальном, наверное, да. И вот этот дух, вот этот путь бойца, путь воина почему-то мне сразу понравился. И я считаю, что в каратэ этот путь можно достойно пройти, хорошо себя реализовать. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.